Всем привет! Это финальное видео. Сегодня мы с вами поговорим о цвете и текстурах. Мы рассмотрим несколько способов нанесения текстуры и поговорим о том, как создавать фактуру и микродетализацию. На примере вот этого зеленого яблока мы с вами рассмотрим, как делать покраску вручную. На примере вот этого красного яблока мы с вами разберем проецирование текстур с фотографией. Яблоко у нас очень гладкая форма, особенно с детализацией здесь не разбежишься. Мы все равно разберем микрофактуру на вот этом листочке. Тут есть прожилки, есть какие-то нюансы. Мы посмотрим, как эту информацию можно получить с фотографии. Помимо работы с простым объектом и с простой фактурой, мы разберем с вами ключевые моменты создания фактуры для сложных объектов. Мы возьмем вот такую сложную голову. Я вам покажу свои методы и подходы к созданию вот такой фактуры. Сейчас у нас текстуры на простом объекте. Поехали! Смотрите, для выбора цвета мы можем воспользоваться вот этой иконкой или открыть меню Color. Здесь эта иконка будет гораздо больше. Мне кажется, это удобнее. Что нам надо сделать, чтобы начать красить наше яблоко? Выбираем цвет любой, отключаем Z-Add, включаем RGB, стандартная кисточка и начинаем красить. Все. Никаких тут премудростей нет. То есть вот я просто вожу по поверхности, у меня белым цветом красится. Если я сейчас включу Z-Add, если вдруг вы забудете ее выключить, у вас будет вот что происходить. Красить лучше на шедере Skin. На нем теней практически нет и текстура видна лучше. Окей. Для того, чтобы основной цвет задать на наше яблоко, у нас яблоко будет зеленым, либо мы зеленый выбираем, мы начинаем кисточкой красить вот так, либо нажимаем вот на эту кнопку Fill Object и получаем вот такой цвет, который заполняет нам все наше яблоко. Иногда будут моменты, когда вы не сможете рисовать на поверхности. Вот будете пытаться, но у вас ничего не получится. У вас может стоять маска и тогда, сколько вы не рисовали, ничего не сделаете. Для этого нужно проверить меню Masking, если вдруг сомневаетесь. Здесь скорее всего будет стоять View Mask или может быть отключено будет. Нажмите Clear, очистить и, возможно, все починится. Еще момент. Мы с вами создавали вот такую тестовую текстуру. Когда делали UV, мы сделали с вами тестовую текстуру. Если эта кнопка включения текстуры в меню Texture Map будет включена, то нарисовать цветом вы ничего не сможете. Почему так происходит? В ZBrush есть две сущности. Есть текстура, а есть Polypaint. И когда мы рисуем в ZBrush, мы рисуем Polypaint, потом мы конвертируем это в текстуры. То есть, если я сейчас захочу вот эту зеленую текстуру получить или давайте вот эту симпатичную текстуру яблока получить сюда, я захожу под меню Create и здесь нажимаю New from Polypaint. Бам! Вот она текстура моего яблока. Это уже не Polypaint. Текстуру я выключил. Polypaint у меня включен. Здесь я выбираю еще раз зеленый цвет. Нажимаю Fill Object. Все. У меня объект залился базовым цветом. Как мы будем красить яблоко? У нас есть два полюса, которые я затемню. Вот эту верхнюю зону я разбавлю желтыми пятнами. Нижнюю оставлю зеленоватой. Все. И потом сделаю цветовую микро-детализацию. Белые, желтые и коричневые пятнышки добавлю. Все это покажу, как делается. Окей. Выбираю коричневый цвет. Ставлю его чуть потемнее, похолоднее. То есть, такой грязно-коричневый должен получиться. Отлично. Если вы рисуете мышкой, то вам вот эту RGB Intensity нужно будет уменьшать. Иначе у вас не получится сделать вот таких мягких растяжек. Если будете рисовать мышкой на сто процентов, у вас уже скач вот такой будет всегда. Окей. На планшете можно делать очень плавные растяжки, когда получается вот такая штука. Чуть-чуть пожелтее, чуть-чуть посерее. И поехали. Закрашиваю смело вот эту зону. Кверху сюда будет все мягче, мягче, мягче. Здесь будет достаточно жесткий цвет. А сюда он будет все мягче и мягче, мягче входить в зеленый. Вот получится такая штука. То же самое делаю здесь. Беру кисточку больше и легонечко-легонечко затеняю. Так, подмалевок почти готов. Еще чуть темнее возьму и сделаю вот здесь такие лучики. Сейчас это немножечко грязновато выглядит, но это я потом поправлю в процессе. Сверху я потом буду еще раз основным цветом зелено-желтым прокрывать. Поэтому все, что я сейчас наношу, оно еще получше сядет и интегрируется одно в другое. Беру желтый цвет и вот здесь буду ставить все-таки желтые пятнышки. Может, даже еще посветлее. Сюда что-то пожелтее. Окей. Так, и сюда чуть темнее. Смотрите, все очень просто. Я сейчас задал базу зеленую и на ней наметил вот такие вот средние формы. Все как в скульптуре. Вот все абсолютно точно также работает. Сейчас обобщу эти средние формы с помощью цвета сверху еще раз одного. То есть прокрываю большой кисточкой. Убираю зеленый, например, и начинаю еще раз прокрывать. С легким-легким нажимом, то есть вот то, что я там наметил, оно остается внутри. Вот это черное я оставлю. Я могу так маску сделать, чтобы не трогать ее. Видите, да, я здесь маску сделал. Вот она. Оп. И теперь могу пройтись вот так зеленым. И то, что было закрыто маской, оно останется того цвета, какого было. А это все чуть-чуть обобщиться. Стану таким приятным. Так, здесь делаю то же самое. Зеленого вбиваю в то, что у меня есть уже. Вот у меня получается такое разноцветное яблоко. Если мне нужно какой-то цвет взять с объекта, да, как в фотошопе пипеткой, здесь это горячая клавиша С. Color. Да, чтобы понимать аналогию. Нажимаю С. Смотрите вот сюда. Мне нужен какой-то цвет, например, вот этот коричневый. Нажимаю С. Бам. Видите, у меня коричневый сменился. Нажимаю на зеленый. С. Оп. У меня выбрался зеленый. Вот он. Желто-зеленый. Я могу взять вот этот цвет с интерфейса даже. Могу вот этот цвет взять. Этот. Любой цвет могу взять с интерфейса. Допустим, навожу на оранжевый. Нажимаю С. Оп. У меня вот он выбрался. И теперь им могу рисовать при желании. Все, что по цветам у нас есть в ZBrush, мы все можем выбрать с помощью этой кнопки. Отлично. Я сделал яблоко. Оно может быть не очень равномерное. У меня здесь светлое пятно, здесь зеленое пятно слишком. Поэтому я выбираю этот цвет и прокрываю им близлежащие области. Вот так. Со слабым нажимом даю этот зеленый чуть-чуть разбавляю. Здесь выберу наоборот зеленый и чуть-чуть уберу вот это пятно. Мне нравится. Супер. Смотрю на пустом шейдере. Вот здесь Flat Color. Это шейдер-пустышка. Если я его выбираю, я вижу текстуру. Можно вот здесь еще выбрать цвет. Вот этот зеленый. И чуть-чуть дальше его продлить. Чуть-чуть продлить и чуть-чуть им же замазать вот эти акцентики. Они сейчас сильные. Можно их чуть-чуть послабее сделать. Пятна стараюсь делать достаточно большими. Вот оно. Желтое пятно. Зеленое. Еще одно зеленое. Светло-желтое. Отлично. Теперь, чтобы добавить микродетализацию на яблоко, я возьму спрей. У нас у кисточек есть наконечники. Вот здесь это способ нанесения наконечника. А вот здесь форма нанесения наконечника. Здесь мы можем выбрать точки, линию, спрей и размещение картинки. Вы все можете их попробовать, потестить, как это работает. Сейчас мы будем работать со спреем. И я возьму альфу 23. Это вот такие точки. Выберу темно-коричневый цвет. Кисточку сделаю поменьше. У меня должны получиться вот такие точки. Легким нажимом, смотрите, очень-очень легким, наношу вот эти точки. По всей поверхности яблока. Это достаточно быстро происходит. Все, раз и нанес. То есть у нас есть основа, и сейчас мы ее детализируем. Не объемами, не микрообъемами. Это не фактура, это цвет. Окей. Дальше я возьму желтые точки. Вот так, посветлее. Может быть, кисточку чуть побольше возьму. И пройдусь теперь с желтыми точками. Видите, они появляются. Сильно не жму, иначе получится вот такое. Нажимаю еле-еле. Чтобы они чувствовались, но не проявлялись. На темных участках надо будет поосторожнее со светлыми пятнами, потому что когда мы их начинаем наносить, их сразу видно. То есть тут либо прям с очень слабым нажимом, либо вообще не делать. Возьму зеленых точек. Кисточку, может быть, еще побольше. И сейчас я буду наносить такие средние формы. Видите, вот такие пятна, только с очень-очень маленькой интенсивностью. Давайте вот так используем Drag Rectangle. Я покажу, что это такое. Смотрите. Вот так мы можем размещать наши точки. Интенсивность цвета я убираю на минимум. И теперь, когда я эти точки буду размещать, они будут еле-еле читабельны. Можно же еще меньше сделать. Вот так. Вот там что-то происходит. Еле-еле. И таким образом наша текстура становится все богаче и богаче. Когда мы ее наполняем деталями. Была просто подмалевочка. Сейчас уже появляются какие-то пятна интересные. Если с пятнами переборщили. Вот я переборщил. У меня тигра получилась тут какая-то. Зебра. Все это, конечно, можно исправить. Взять опять спрей. Цвет у меня стоит тот же. И пройтись здесь цветом. Слежка пройтись цветом. Зеленым. С яблока беру цвет более желтый. И делаю здесь точки. У меня сейчас интенсивность очень маленькая. Я думаю, почему меня плохо рисуют. Прокрываю светлыми пятнами. Опять беру зеленый рядом лежащий. И по желтому прохожусь уже опять зеленым. Таким образом я текстуру обобщаю. Смотрите. Получилась достаточно низовая форма. Такой песок прям получился. Если здесь живо и хорошо, здесь я сделал специальный песок, чтобы показать, как от него избавиться. Если нажать shift, мы с вами получим кисточку для сглаживания. Но на самом деле я сейчас shift не отпускаю. Если я отключу в меню the add и оставлю включенным RGB, кисточкой сглаживания я смогу сглаживать цвет. Очень удобно. Смотрите. Зажал shift. Отключил the add. И легонечко вожу по поверхности. Смотрите. Видите? Если я сильно буду водить, вот цветовое пятно очень сильно заблюрится. А если легонечко, то я внесу еще какой-то большей живости. То есть чуть менее компьютерная получается картинка. Пятна размываются. Вот такая акварелька. И получается получается еще чуть-чуть живее. По сути все. С яблоком я закончил. Видите, как просто. Текстуры рисовать в ZBrush'е одно удовольствие. Прокрываем базу, потом детализируем. И готово. Такое вот яблоко. Мне кажется, немножко вот эта сторона слишком белая. Я сейчас возьму позеленее. Переключусь опять на стандартную кисточку. Стандартная здесь Dots. И чуть-чуть позеленее здесь сделаю. То есть сверху прокрою еще раз зеленым вот эти вот желто-белые участки. Окей. Включаю Blend Shader. Делаю рендер. Отлично. Супер. Беру веточку. Веточку у меня уже покрашена. Давайте тоже я ее скину. Задам базовый цвет коричневый. Грязно-коричневый. И мне теперь надо вот эту веточку подогнать под мое яблоко по цвету еще. То есть она немножечко с зеленцой должна быть. То есть такая грязно-коричнево-зеленая. Выбираю зеленый цвет на яблоке. Кнопочкой C. И аккуратно вот здесь прокрашиваю поверх коричневого зеленым. Соло включаю. Здесь корешок тоже. Беру цвет темнее. Коричневее. И ставлю какие-то акцентики. Такие тоновые акценты ставлю. Вот здесь будет темное пятно. Вот здесь углубление. Тут. И тут. Я не все углубления прокрываю темным. Окей. Включаю опять яблоко. Смотрю. Немножечко у меня коричневого не хватает. Сейчас все в зеленое сильно ушло. Ставлю коричневый. Выбираю опять спрей. Выбираю опять точки. И аккуратненько точками прохожусь. Делаю вот этот опять noise. На самом деле в природе мы все очень-очень низовые. Очень вот такие пятнистые. Да, поэтому когда мы вот такого песка добавляем, это добавляет живости. Окей. И можно чуть темных тоже точек добавить. Сейчас я поставлю другой шейдер. Чтоб видеть, что происходит. Скин шейдер лучший для покраски. На нем все видно. На остальных шейдерах может блик быть сильным. Еще что-нибудь. И мы можем не очень воспринимать правильно объемы. Так, здесь слишком черное. Выбираю коричневый цвет. И здесь прячу этот черный. А вот здесь наоборот хочется затенить. Можно уже в стандартной кисти это пройтись вот так. До затенения. Все. Вот она, веточка готова. Очень быстро. Очень быстро и очень хороший результат. Отлично. Зеленое яблоко мы с вами сделали. Теперь нам нужно будет сделать вот такое яблоко красное. С помощью проецирования текстур. Вот это яблоко мне не очень нравится. Оно очень сильно монотонное. Прям все-все-все красное. Я сейчас, наверное, сделаю финт ушами. Иду в меню Color. Выбираю зеленый цвет. Нажимаю Fill Object. То есть получаю зеленое яблоко. И сейчас я начну с фотографии проецировать текстуру на вот эту зеленую базу. Я постараюсь сделать мое яблоко не просто красным, а получить с небольшими зелеными какими-то вкраплениями, чтобы чуть-чуть текстура была поинтереснее. После проецирования текстуры вам всегда придется дорисовывать ее руками. То есть всегда будут пятна, которые нужно будет доводить руками. Это надо иметь в виду сразу. Окей. Как мы работаем с текстурами? Открываем меню текстуры. Вот здесь у меня загружено уже яблоко. Загружаем мы через кнопочку Import. Вот у меня здесь куча-куча-куча всяких яблок. С Control могу выбрать несколько фотографий. Нажимаю открыть. Все, они загрузились у меня вот сюда, во вкладку текстуры. Мои действия дальше. Я выбираю текстуру, фотографию, которую буду сейчас проецировать. И нажимаю вот на эту кнопочку, плюс-минус. Это добавит нашу фотографию в Spotlight. Вот, раз, добавил. Выбираю еще одну фотографию. Нажимаю опять плюс. Оп, она тоже добавляется. Еще одну. Оп, еще одну. Все добавились. Чтобы организовать вот эти фотографии удобно на холсте, я могу пользоваться вот этими значками. То есть нажимая на этот, на этот или на этот, у меня будет происходить вот эта организация фотографии. Видите? По-другому. То есть как вам удобнее. Окей, для меня удобнее так. Дальше. Мы будем использовать вот эту рульку для уменьшения или увеличения фотографии. Щелкаю на нужной мне фотографии. Вот, она выбирается. Видите? Я просто ее тяну на холст. Вытяну и использую вот эту кнопку для того, чтобы увеличить свою фотографию. Увеличил. Теперь мне надо яблоко подогнать под эту фотографию. Я нажимаю кнопочку Z, горячая клавиша Z, и подгоняю яблоко под фотографию. Если прозрачность не очень большая, то есть у вас может получиться изначально прозрачность вот такая, да, или вот такая. То есть не совсем хорошо видно 3D-модель. Для того, чтобы увеличить прозрачность, мы используем вот эту кнопку. Мы на нее нажимаем и крутим колесико. То есть мы можем сделать стопроцентную непрозрачность или стопроцентную прозрачность, да. Ну, я люблю работать вот как-то так. Окей. Теперь все, что нам нужно, это выбрать стандартную кисть, включить RGB, начать рисовать текстуру. Нажимаю опять Z, и вот что я получаю. Сейчас я выключу Spotlight вот здесь и покажу, что происходит. Видите? Текстура проецируется на яблоко. Очень удобно. И очень быстро. Если у вас будет включено ZAdd или ZSub, будет происходить вот что. Вы будете помимо текстуры рисовать еще и объемом. Видите, что получается? Так что, будьте внимательны, когда рисуете. Все, ZAdd отключил. Текстура яблока. И перегонечко опять с небольшим нажимом проецирую текстуру на каждый бок яблока. То есть у меня до этого было здесь отрисовано. Я повернул этим боком. Теперь поверну этим. И опять спроецирую текстуру. На краях вот здесь я стараюсь не рисовать, иначе будет вот что. Потяжка, видите, какая. Так, вот здесь не хватает немножко текстуры. Надо добить. Отлично. Поворачиваю. То есть смотрите, я использую одну фотографию на все ракурсы своего яблока. Отлично. Здесь белесые пятнышки небольшие появляются. Я от них обычно избавляюсь. Я потом буду еще раз чистить текстуру. И последний участок вот здесь. Смотрим, что у нас получилось. Здесь прям ядреная текстура спроецировалась. В других местах как-то поинтереснее, поживее было. Я поэтому сейчас, наверное, возьму зеленый цвет. Пройдусь поверх красного с зеленым. Чтобы получить такой более натуральный какой-то колор. Так. Хорошо. У меня остаются полюса. Полюса остались без внимания. Надо будет их сейчас тоже добить. Сейчас чуть-чуть подкрашу, то, что мне здесь было. Подровняю. Окей. Так. Давайте вот этой стороной займемся. Я выбираю опять фотографии. Включаю. И мне нужно будет, наверное, какая-то вот такая фотография. Z отжимаю, чтобы у меня появилось опять колесико. Кнопка Z переключает либо в режим редактирования, либо в режим покраски. Сейчас я нахожусь в режиме покраски. А мне надо выбрать вот эту фотографию. Чтобы ее выбрать, я опять нажимаю Z. Нажал. Опять организовал свои фотки в рядок. Вытащил эту фотографию. И работаю теперь с ней. Все. Мне нужна вот эта зона. Увеличил так, как надо. Текстуры будут не совпадать сейчас, да? Z опять нажимаю. И подгоняю яблоко под фотографию. И с легким-легким нажимом отрисовываю вот эту зону. Смотрю, что получается. Пока ничего. Слишком легкий нажим. Можно посильнее, значит. Здесь цвет не совпадает с тем цветом, который был у нас до этого. Но все равно какие-то детальки интересные перенеслись. Я сейчас эти цвета поженю. Ничего страшного. Опять все в столбик выстраиваю. Беру теперь вот эту фотографию. Тут тоже есть вот этот цветочек. Отлично. Опять Z. Подгоняю яблоко под свое яблоко. И тоже легонечко, легонечко проецирую текстуру. Смотрю, что выходит. Отлично. То есть я смешал сейчас две текстуры. Они друг на друге лежат. Мы видим, что текстура здесь очень сильно отличается от текстуры здесь. Чтобы они сочетались, мне нужно будет взять свою первоначальную текстуру яблока. Дальше. Посмотреть, как идет ход текстуры. Он идет вот так. То есть проецировать со своего яблока, у которого текстура идет вот так. Вот сюда. Я не смогу. Иначе будет вот что. Если я так сделаю, то получится ход текстуры в разные стороны. Здесь вот она. Она идет так. А здесь она накладывается вот таким образом. Так делать нельзя. Поэтому как мы поступаем? Мы опять ставим яблоко вертикально и подкручиваем вот так. То есть мне опять сейчас надо будет пройтись вот по этим участкам вот в таком направлении. И все. Текстура построится так, как надо. Перекручу фотографию вверх тормашками. Это делается вот за это колесико, за эту пиктограммку. Я вот здесь легонечко-легонечко начну проецировать текстуру. Вот что получается. Ритм совпадает. Еще раз. Супер. Поворачиваю дальше. И все по накатанной. То есть так же, как делал до этого. Тут тоже самое. Последняя зона такая белесая осталась. Сейчас ее прокрою. И все. Отлично. Здесь текстура немного потянута. Ничего страшного. Выбираю зеленый цвет на текстуре. Выключаю здесь текстуру. Если не выключу, буду рисовать текстуры. Вот так. Выключаю текстуру. Выбрал зеленый цвет. И опять сверху прохожусь вот по этому красному. То есть обобщаюсь с тем, что у меня было сверху. Вот так аккуратненько. Можно взять цвет отсюда. Вот этот красный, который сверху идет. И попробую порисовать им. Тоже срабатывает. Теперь беру потемнее и отрисовываю здесь. То есть очень похоже на то, что мы делали перед этим. Мы просто здесь базу берем с фотографии. Готово. По цвету они не совсем дружат, поэтому надо будет здесь еще обобщить побольше. Беру зеленый. И вот здесь прокрываю зеленым. Большей кисточкой. Все, осталось сделать вот эту зону. Опять то же самое. Действие будет. Беру и аккуратненько прокрываю. Сложного ничего нет. Надо просто контролировать направление текстуры. И, собственно, вот эти пятна, которые получаются у нас в итоге, их нужно будет обобщать. Если это соблюдено, условия, все будет хорошо. Текстура выйдет отличной. Теперь здесь надо сделать затенение. Проделаю ту операцию, которую делаю на яблоке перед этим. Она получается достаточно монотонная. Здесь нет информации никакой. Здесь очень много-много всяких пятен. И если мне нужно получить здесь больше информации, я возьму опять какое-нибудь яблоко. Допустим, вот это. И я знаю, что это нижняя часть яблока. Но все равно я могу ее взять и спроецировать. Просто для получения информации. Вот сюда. В верхнюю часть своего яблока. Просто, чтобы цвета было побольше. Какой-то рандом получился. Так, смотрим, что получилось. Да, отлично. Видите? Она вот этим с вами цветовым пятном. Очень классно сюда вписалась. Ц и цвет. Так разнесу. Здесь сделаю потемнее. Все здорово. Вот так мы получили текстуру яблока. Окей. Сейчас у нас задача из такого листика получить такой вот более фотореалистичный. Проецировать мы будем не только текстуру, но одновременно и микрофактуры. В данном случае мы этим воспользуемся. Что нам для этого нужно знать? Смотрите. Когда мы выдавливаем фактуру с текстуры, белый цвет всегда будет идти вверх, черный цвет всегда будет идти вниз. То есть серый цвет это у нас ноль, белый пойдет выдавливаться вверх, черный пойдет выдавливаться вниз. То есть объемы строятся именно вот таким образом. Что нам нужно знать про листик? Зеленый цвет у нас более серый, прожилки более светлые и более белые. Поэтому если мы начнем выдавливать их в стандартном режиме Z-Add, у нас все прожилки пойдут наружу. Нам надо их углубить. Поэтому я переключился на режим Z-Sub. Теперь нам нужно просто настроить фотографию и спроецировать. То есть ничего сложного здесь нет. Выбираю фотографию, увеличиваю листик до максимально возможного размера. Можно было найти фотографии лучше, но я думаю вы справитесь. Мне для примера этой в принципе достаточно. Сейчас самое главное попасть вот в эту центральную линию. Вот сюда. Делаю прозрачность побольше. Чтобы у меня вот эта белая прожилка, я ее четко видел и мог ее выставить на своем листике. Подкручиваю. Вставляю. Окей. Пока что так. Я вижу, что здесь я не попаду. Если я не замаскирую, то когда я буду проецировать текстуру, получится вот что. Вот я текстуру спроецировал. У меня белая идет вниз. Помните? У меня смотрите, какое искажение формы прошло на концах. Видите? То есть это надо потом докрасить будет либо вручную, либо спроецировать еще раз поточнее. Но без участия белого цвета. Поэтому, чтобы не накосячить, вот здесь я сразу маскирую белый цвет. То же самое делаю со всей нижней областью листа. Вот здесь. То есть все, что идет ниже середины, ниже средней линии, я маскирую. Потому что там фотография не очень хорошего качества. Теперь взял стандартную кисть. RGB на 100. ZSAP на 3. Прокрываю. Не забываю включать вот эту кисточку. Если кисточку забуду включить, буду крыть только объемом. Будет вот такая штука. Мне нужен еще и цвет. Поэтому делаю вот так. Прокрыл цветом. Смотрю, насколько хорошо. Лучше переключиться на скин шейдер. Да, текстура здесь может быть чуть-чуть хромает. И вот здесь светловато. Здесь добиваю. И здесь чуть-чуть больше проецирую. Все супер. Снимаю маску. И теперь аккуратненько, аккуратненько докрашиваю этот уголок. Окей. С помощью вот этой кнопки, две красные стрелочки, я могу инвертировать текстуру. Вот я инвертировал. Теперь кручу ее вот так, вверх тормашками. И теперь я могу спокойно покрасить низ. Я чуть-чуть разнесу в стороны, чтобы у меня не было жуткой симметрии. Вот так вынесу. Здесь масочку нанесу, чтобы случайно не промазать. Двигаю листочек сюда. И теперь зеленый цвет возьму отсюда. Вот он мой листочек. Скиншейдер. Смотрю, где белесые зоны. И смотрю, спроцировались ли объемы. Да, объемы все здесь. Супер. Теперь выбираю кисточку Spray. Точки. Цвет пикаю с листочком. Вот здесь темный мне нравится. Возьму его. И вот эти светлые зоны. Легонечко, легонечко. Точками вот этими. Коррективы. Вот здесь тоже. И стебель прокрываю зеленым. И потом еще коричневым пройдусь. Беру светло-коричневый. И прокрываю. Салат его немножечко добавлю. Получается вот так. Хорошо. Мне не очень нравятся вот эти вот белые штуки. Возьму стандартную кисть. И сейчас пробую чуть-чуть здесь подрисовать. Прячу эти белые разводы. Большие. Конечно, если мы работаем в продакшене, и нам надо яблоко отрендерить крупным планом, вот такая фотография, как я сейчас взял, листочка, она нам не подойдет. То есть, надо искать качественный референс. Пришло разрешение. Все дрожащие пиксели. Приходится дорабатывать руками. Такое тоже возможно. Все. У нас получился листик. Да еще и с фактурой. Единственный момент, какой может сейчас неприятный случиться, у нас вот этот объем, он будет очень пиксельный. И я обычно сглаживаю то, что проецируется. Я нажимаю shift, и у меня здесь интенсивность 100%. Я ее убираю где-то до двадцатки. И аккуратненько сглаживаю. Чтобы все эти бороздки не были слишком-слишком жесткие. Чтобы все помягче стало. Это и блик будет давать правильный, мягкий. Не будет он вот таким как фиговое разрешение картинки в фотошопе. Блик тоже может так остробить. Поэтому помягче. Чуть-чуть помягче. Все. Включаю текстуру. Супер. Итак, у нас осталось еще одно великое дело. У меня ни на этом, ни на этом листочке нет UV-шек. Это нам говорит о том, что в ZBrush мы можем, не создавая UV-координат, просто сразу рисовать текстуры, опираясь на плотность сетки. Чем подробнее у нас сетка, тем более детализированную текстуру мы можем нарисовать. Но если нам необходимо использовать потом эту текстуру где-то в другом месте, не в ZBrush, нам нужно будет создать из Polypaint текстуру. То есть цвет у нас запекается в точку на сетке, его нужно будет перегнать уже в карту текстуры. Помните, мы оставляли на нашем листе вот эти вот полигруппы, которая одна сверху шла, другая снизу. У нас получается еще одна группа на веточке. Благодаря вот этим полигруппам ZBrush будет видеть, как ему делать автоматическую развертку. Давайте я покажу на сферке, как это будет выглядеть. Мы рисуем что-то здесь, делаем полигруппу, делаем что-то здесь, делаем полигруппу, чтобы было понятно. Вот так, разного цвета. Отлично. Заходим Z-плагины, UV Master, нажимаем на кнопку полигруппы, вот так, и Unwrap. Ждем. Нажимаю Flatten. ZBrush автоматически делает развертку по этим полигруппам. Наиудобнейшая штука. Сейчас хочу проговорить момент, почему я делаю вот здесь среднюю линию. Смотрите, если я буду делать UE по полигруппам и у меня не будет этой линии, то, скорее всего, текстура будет создаваться вот так. Либо вот так, либо наоборот вот так. То есть, у плоских объектов желательно, чтобы была какая-то центральная линия, тогда у меня текстуры вот здесь и вот здесь снизу будут приблизительно равнозначными. Чтобы получить такую текстуру, я выделяю верхнюю полигруппу, нажимаю Ctrl-Shift-X, у меня выделяется один полигон. Нажимаю Ctrl-W. Выделяю нижние полигруппы, оставшиеся, и делаю то же самое. Ctrl-W, и у меня получается единая полигруппа на дно объекта и на хвостик, вот этот, который идет до средней линии. Видите, как это работает? Средние точки остаются на месте, средние грани, все остальное начинает немножечко расползаться. И таким образом я и сверху, и снизу получу одинаковые UV-шки, соответственно, если у меня одинаковые UV-шки, значит, у меня и одинаковые текстуры появятся. Соответственно, потом я иду в UV-Master, нажимаю Polygroups, нажимаю Unwrap. Flatten. Вот у меня две стороны, на которых будет приблизительно одинаковая текстура. Одна из них будет верхняя, другая будет нижняя. Это необязательное условие, но я привык так работать. Давайте сделаем то же самое с нашим листиком. Я разверну листик, который делал до лекции. Я делаю клон, убираю все дивайды, удаляю их, нажимаю Unwrap, нажимаю вуаля. Нажимаю Copy UV, все по отработанной схеме. Иду на свою High Poly модель, перейду на нижний уровень дивайда, чтобы проще было Paste UV, проверяю, перекинулась или нет. Захожу во вкладку Texture Map, Create, и вот здесь нажимаю на кнопку New From Polypaint. Опа! Вот она текстура. Смотрите, у меня, если сейчас на виду, видите, написано 2,48, размер текстуры. Ее можно регулировать. Если я поставлю вот здесь 512, а теперь здесь сделаю New From Polypaint, видите, у меня размер текстуры 512. То есть в этой вкладке мы назначаем какой размер текстуры нам нужен. Для листочка на самом деле 1024 для такого будет достаточно. 2,48 это прям уже потолок. Все, Texture Map, New From Polypaint, вот она. Теперь, чтобы выгрузить текстуру из ZBrush, нам нужно нажать на кнопку Clone Texture, вот это, вот так, раз, и наша текстура откроется вот здесь, в меню текстуры. Вот она. ZBrush почему-то текстуры переворачивает по вертикали. То есть, если вам нужно будет в KeyShot ее открыть, или в Maya, или в 3D Max, в SoftImage, где угодно, в Moda, вам нужно будет нажать эту кнопку Flip V. Вот так. Теперь, нажимаем Export и сохраняем нашу текстуру. Все, текстура готова. Для того, чтобы вот этот листочек открыть, где-то в другой программе, идем в меню Export, вот здесь обязательно снимаем кнопку GRP. текстура. Все. Нажимаем Export и сохраняем объект, как нам нужно. Это все, что я хотел рассказать по текстурам в этом блоке. Я надеюсь, это было не очень скучно. Собственно, это модель, которая у меня вышла в финале с текстурами. Теперь мы можем со спокойной душой двинуться дальше к самой последней стадии визуализации. Я открыл предыдущую сцену, то есть вот наше зеленое яблоко пререндер. Здесь настроен свет и здесь я посмотрел, как настроить шейдеры. Теперь мне надо это яблоко перекинуть сюда с помощью того же самого бриджа. Единственный момент, если вы хотите оставить вот это яблоко в сцене, чтобы сравнить потом с тем, что у вас получилось, нужно будет сделать вот такой финтушами. Вот эту папочку переименовать надо. То есть она называется ZBrush и файлы, которые придут из ZBrush будут называться так же. Поэтому все, что здесь есть, оно заменится. Нужно спуститься вниз во вкладку Propents и вот здесь изменить название. Я назову вот так, Old. Все. Теперь здесь как обычно Render, K-Shot, нажимаю Render, оп, все. Вот она моя яблока. у меня есть старый объект и есть вот ZBrush, который новый. Snap to ground, чтобы яблоко встало на землю. Здесь я увеличил размер. Здесь вот 3, 3,38, я скопирую. Ctrl-C, Ctrl-V. Вот она, мое яблоко, такого же размера. Когда мы перекидываем из ZBrush в K-Shot, очень важно, чтобы в меню текстуры вот эта кнопочка была нажата. Тогда при экспорте мы получаем с вами в материале BMP текстуру. Сейчас здесь стоит вот такой режим. Здесь шейдинг будет немного некорректный. Сейчас я покажу, что это значит. Вы получите на рендере вот такую картинку. Это не совсем правильное затенение, должно быть вот так. Видите? Шейдер отыгрывает немножко по-другому. У нас есть текстура, и надо ее нормально теперь положить на объект. Вот в этом меню переходим вот сюда, ставим Texture Map. Бам! И вот здесь выбираем теперь UV. То есть текстура будет ложиться на UV. Оп! Все, получилось. Выбираю яблоко, меню Texture, Texture Map, UV. Тоже самое с веточкой. Это делается только для того, чтобы шейдинг был правильный. Иначе картинка будет со странным темным градиентом. Я могу сделать теперь спекуляр точно так же, как делал до этого. Сейчас я получаю вот такое вот кафельное яблоко. И теперь ставлю Rafness. Смотрю, сколько я там настраивал. Везде было 0,15. Значит, и на этих материалах ставлю 0,15. И после всех наших настроек мы ждем с вами финальную картинку уже с текстурами. Естественно, свет нам нужно будет немножечко подкорректировать, потому что у нас был всего лишь набросок при рендер. Нужно сделать его финально. То есть, чуть-чуть довести до ума. Давайте немножечко поговорим о рендере зебраша. Он всегда будет немножко стилизованный, но тем не менее, все равно проговорить это надо. Первым делом включаем везде текстуры и переключаемся с вами на шейдер SkinShade 4. Вот так. Находится он у нас вот здесь внизу. В меню Standard Materials. Маткапы, вот эту вкладку, для рендеринга нельзя использовать только для работы во Viewport. У них уже запечен свет, и если мы будем вот так вращать источник света, маткапы отрабатывать не будут. Окей. Шейдер назначили. Свет мы с вами более-менее выставили как-то, да? Высокохудожественно, типа. Вот так. Или вот так. От центра я увожу осветитель, чтобы был немножечко наклон. Вот такой. Дальше. Включаю перспективу, включаю пол. Вот так. Пол включаю, чтобы были падающие тени. То есть, без них будет вот так. С падающими тенями объект выглядит устойчивее и достовернее. Единственный момент у нас сейчас с вами вот такие вот жирные черные тени. От этого надо избавиться. В меню рендер заходим во вкладку тени и вот этот ползунок мы ставим на 35. Смотрите. цель достигнута. Если вам кажется, что тени очень черные, тень, которая лежит на полу, вы можете сделать посветлее вот этим ползунком. Тень, которая лежит у нас вот здесь и вот здесь на объекте регулируется вот здесь. Давайте я по очереди их покручу и будет понятно. Вот эта тень убирает интенсивность тени на полу. Рендерим. Видите? На яблоке остались все те же черные тени. Убираю здесь. Рендерим. Обычно я ставлю падающие тени на объектах 0.5, а на земле где-то 0.6-0.7. Вот так. И все в принципе. В ZBrush'е можно настроить рендер чуть красивее, но это очень ресурсоемко. То есть вы потратите большое количество времени, а картинка все равно будет хуже, чем если вы отрендерите в KeyShot'е или в Arnold'е или в V-Ray'е. Я в какой-то момент времени понял, что мне проще установить KeyShot одной кнопкой, перекидывать Mesh и получать сразу классную картинку. Давайте теперь поговорим о том, как нам выгрузить из ZBrush'а геометрию вместе с текстурами и открыть в каком-то другом программном обеспечении. То есть 3D Max, Maya, Blender, все что угодно, мода. Безусловно, можно воспользоваться кнопкой Export и по одному взять яблоко, там, та-та-та-та-та, выгрузить, взять веточку, Export, опять выбрать OBJ-файл, выгрузить веточку, потом запечь текстуру, Texture Map, New from Polypaint, вот сделали текстуру, нажали Clone Texture, зашли вот сюда в меню Текстуры, нажали Flip V, потому что ZBrush автоматически перекручивает текстуру, нажали Export, сохранили сюда в формате PNG, допустим, или JPEG, нашу текстуру веточки. Можно проходить все эти шаги по одному. В ZBrush есть замечательная клавиша, за что им огромное спасибо, которая выгружает за вас сразу все текстуры и всю геометрию, и еще и запекает автоматически, и еще и инвертирует, да, то есть вот из такого положения инвертирует вот так, видите, верх ногами она перевернута. Заходим в плагины и открываем здесь Multimap Exporter, вот так. По умолчанию здесь будет включен Displacement, его мы выключаем, включаем текстурия From Polypaint, то есть нам автоматически создадутся вот эти текстуры, то есть я могу ее вот так удалить, то есть текстуры здесь нет, на яблоке тоже текстуры нет, на листике тоже текстуры нет, то есть все это Polypaint. Здесь мы выбираем с вами размер текстуры, ну давайте возьмем 248, то есть можно 1024 выбрать, здесь не особо подробные текстуры, этого разрешения обычно хватает. Дальше, чтобы у нас сохранились сразу все три Subtool, нужно нажать вот на эту кнопку Subtools, если не нажмем, сохранится один. Дальше, скорее всего у вас вот так будет закрыто, открываем Export Options и здесь открываем вот эту меню Mesh Export, здесь отжимаем вот эту кнопку, нажимаем вот эту, отжали, нажали, вот это ГРП, это разбивка на поле группы, то есть если у вас допустим на листочке видите, несколько поле групп, и вы вот с этой нажатой кнопкой отправите в Майо, у вас разорванный Mesh придет, то есть отдельно придет вот эта часть, отдельно вот эта и отдельно нижняя, то есть все будет жить у вас вот так по отдельности, то есть мы ее убираем, Merge включаем, дальше, Subdivision Level, это то, что у вас будет экспортироваться, смотрите, надо будет открыть вкладку Geometry, посмотреть какой здесь самый высокий уровень Divide, здесь четвертый, на веточке четвертый, на яблоке пятый, я наверное возьму третий, вот так, чтобы было оптимально, вот такая будет плотность сетки на яблоке, вот такая плотность сетки на листочке, нормально, третий, отлично, все, выставил здесь три, здесь тысяча двадцать четыре, па-па-па-па-па, вроде бы все, забыл только нажать вот эту кнопку, Export Mesh, естественно, если не нажму эту кнопку, у меня сохранятся только текстуры, а геометрия нет, окей, все, нажимаю теперь вот на эту кнопопульку, я создал на рабочем столе папку, вот, Apple, ZBrush мне пересчитывает, запекает, веточку, видите, сейчас запекает, и сейчас яблоко запекает, на третьем уровне сабдил, 21 секунда это заняло, руками я бы это делал очень долго, открываю эту папку, и у меня здесь, смотрите, у меня есть TIFF-ы, и есть BMP текстуры, весить они, скорее всего, будут одинаково, да, что TIFF 3 мегабайта, что BMP 3 мегабайта, не все программы понимают формат TIFF, нам лучше будет использовать BMP, вот эти файлы нужны для того, чтобы автоматически привязать вашу текстуру к вашей геометрии, что это значит, давайте я открою Майю, смотрите, я возьму эти три объекта, и перетащу драгон-дропом их в Майю, сейчас Майя подумает, они все-таки хайпольные, Майя это не кейшот, ей надо подумать подольше чуть-чуть, вот она, Майя яблоко, и смотрите, у меня сейчас геометрия пришла с моей текстурой, то есть, вот она привязана здесь, вот она, BMP файл, вот, диск топ, Apple, тттт, BMP, то есть, она автоматом привязалась, это очень удобно, и сейчас, да, у меня здесь не родной шейдер, вирейский, у меня рендер вирее, можно рендерить и Арнольдом, я пользуюсь виреем, вот здесь во вкладке можно выбрать MLT, и, собственно, у меня уже вирейский шейдер с подтянутой моей текстурой, вот, некоторые шейдеры, да, они не подтягиваются с текстурами, то есть, можно выбрать какой-нибудь хитрый шейдер, типа FastSS2, вот, и он диффуз не подтянет, но он у нас всегда есть в гипершейдере, то есть, все наши текстуры, вот они, они тут подтянулись, и мы запросто можем их drag-and-drop перетянуть, да, и, собственно, вот так получить на рендере. Плагин очень классный, очень быстро решает вот такие вот рутинные, долгие задачи по поводу подтягивания текстур и сохранения геометрии сразу паком. И, условно, когда три объекта, это не такая проблема, да, когда вы делаете персонажа, у которого там 178 объектов, вот там вы напряжетесь, и вот эта вот кнопочка Export Mesh и вот эта Subtool, она очень-очень выручает. Давайте теперь поговорим, как нам собрать несложную композицию из наших яблок. Смотрите, самое простое. Выбираем наше яблоко, правая кнопка мыши, дубликат. Бам! У нас включается Gizmo. Все. Здесь можно поставить Global, то есть Local это, собственно, направление осей локальное, глобальное, это мировые координаты, да, то есть вот. Так будет удобнее двигать вдоль пола, вдоль вот этой плоской поверхности. То есть сделал такое яблоко, дубликат, разверну его вот так, допустим. Иногда функция Snap to Ground не работает, но, видите, у меня сейчас не отработает так, как надо. Ничего страшного, руками можно все равно на глаз вот так посадить. Ну вот, допустим, три яблока. Первая летает немного. Вот так. Отлично. Чтобы они не были как инкубаторские, я могу, например, листики, смотрю, так, второе яблоко, вот оно, убрать веточку, листик, вот так, ой, наоборот. Чтобы вот так не лазить наугад, как я делаю, можно направить на объект, правая кнопка мыши, здесь Hide Part. Раз, и скрыли листик. Или можно его выбрать отдельно. Кликнули Move Tool. Это нам чуть-чуть оживит композицию. Добавим высокохудожественный лист на пол. Можем его тоже отдельно дублировать, вот так, раз, то есть у нас появится два листика. Перекрутить, допустим, вот так. Собственно, так я и собирал свою композицию, да, все, в принципе, предельно просто. Собираем, естественно, что-то посложнее, потом несколько минут ждем, и, собственно, перед нами футуреалистичная картинка. в ZBrush вы такой не получите, к сожалению. Если то же самое делать в Maya, да, абсолютно то же самое. Здесь Ctrl D, наклонили. Здесь, конечно, будет немножечко поудобнее навигация, то есть все это сделать гораздо-гораздо быстрее можно. Кишот в этом плане немножечко проигрывает. Но зато Maya меня, например, 40 миллионов полигонов открыть не может. Везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Для того, чтобы нам поинтереснее показать презентацию зрителю, то есть в сером материале показать, какие мы текстуры отрисовывали, выделяем с вами менюшку материалы. В материалах находим вот это вот страшное название. Здесь у нас собраны технические шейдеры, и некоторыми из них мы сейчас с вами воспользуемся. Выделяем все три группы, которые у нас здесь есть, накидываем, например, Mate Grey. Вот так. Получилось. Вот так перетягиваем. Все, вот накинулось. У нас с вами серый материал наброшен на наши яблоки. Опять выделяю все три. Можно попробовать в белом. От случая к случаю можно посмотреть, что лучше. Серый, обычно нейтральный, нормально смотрится. Можно взять Occlusion. я не думаю, что он здесь сработает, но тем не менее можно его взять. Occlusion это затенение, то есть везде, где у нас объекты соприкасаются друг с другом, будет небольшая тень, так называемая контактная тень. Но яблоко, оно практически круглое. Можно подкрутить радиус, конечно, вот так всегда. Давайте поставим пять, я покажу, что это такое. Вот видите, затенение пошло. здесь, вот здесь, вот на листочке посередине. Для того, чтобы показать текстуры, смотрите, мы заходим в материалы, и здесь вместо Advanced выбираем Flat. Вот так. Оп, видите, плоский материал. Чтобы выбрать эту веточку, правая кнопка мыши, Edit Material, и здесь меняю опять Flat. листочек, Edit Material. Вот так. Объемное яблоко, а здесь просто залитое текстурой. Мы видим здесь отрисованную текстуру. Композиция из простых объектов, наверное, то же самое, что персонаж в динамике. Всегда смотрится выигрышно. Сейчас давайте с вами поговорим о деталях и о фактуре. Я думаю, что каждый, кто когда-нибудь видел арт, сделанный в ZBrush, приходил в восторг, когда рассматривал детали, которые создавались на каких-то персонажах. Я этого тоже не избежал. Мне тоже жутко понравилось, когда я увидел, что там можно такие мелкие формы делать не текстурой. Все, что сейчас делается в ZBrush, тогда делали путем нанесения текстуры. Это не такой удобный, не такой наглядный способ, как проскульпчивание этих деталей руками. Сейчас я покажу пару подходов, которые я сам использую при создании вот таких вот сложных фактур. То есть, вот этот дядечка, он не доделан еще, но он с ног до головы уже забит деталями. Окей, перед тем, как начать что-то делать, необходимо иметь план. Я расчерчиваю ритмы, которые вижу на вот этой форме. То есть, как пойдут складки кожи, как пойдут какие-то формы. То есть, здесь нос пойдет, фактура, какие-то складки пойдут. здесь можно поднять складки с губ, опустить с уголков губ. Здесь их можно пустить вот так, здесь прочертить вот так. На шее тут уже они нанесены, вот какой-то средней формой есть. Можно еще сильнее расчертиться, посмотреть, как все это пойдет. Какие-то здесь складки. то есть, все-все-все это я стараюсь наметить на первом этапе. Это моя карта, я по ней буду потом двигаться. Смотрите. Беру кисточку Dumb Standard и расчерчиваю всю голову. Это не должен быть подробный рисунок, это просто схема, на которой я себе говорю, как пойдут ритмы, то есть, малые формы в моей большой форме. В этот момент очень важно иметь на руках законченную скульптуру. Если я на незаконченной форме начну делать детализацию, то у меня получится откровенный трэш. Поэтому фактуру я наношу в самый-самый последний момент, когда я уверен, что дизайн меня устраивает. После вот такой карты я делаю вторичную карту и беру стандартную кисть, самую обычную. Вот эти ритмы простраиваю вот такой большой формой. Видите? То есть, получаются такие более глобальные какие-то складки. Все такое более массивное более мясистое получается. Не просто рисунок, а у меня получается достаточно большие выпуклости. Давайте я сейчас свет поставлю сбоку, будет видно еще больше. Вот. такие большие глубокие формы здесь получаются. То есть, все это дело я оформляю вот такими складками. Он сейчас на мумию похож. И здесь только основные ритмы. То есть, вот оно, течение формы пошло, и вот оно идет, идет, идет. Здесь тоже. То есть, без нюансов. такой самый-самый нижний уровень. Некоторые объемы здесь нанесены очень крупно, поэтому я все прохожу сглаживанием. Смотрите, спускаюсь на нижний уровень сабдива, вот у меня второй сейчас стоит, был четвертый, стал второй. И на нем все сглаживаю. На нем проще просто сглаживать. Сгладил. Бугры сильные ушли. Теперь начинаю по вот этим большим формам строить вот такие складки. Средние. Видите? Они уже более хаотичные, больше похожи на морщины, на какие-то складки. То есть, это было что-то очень компьютерное, очень штампованное, очень-очень примитивное. Вот эти складки, они уже чуть более живые получаются. Вот здесь под носом я начал делать уже малые формы. Просто кисточкой дам стендард. То есть, ну, абсолютно такой же подход. Просто здесь большой участок выделен, да, а здесь вот маленькие такие выделяю. И все. Кисточкой дам стендард. Все это намечаю. Вот она пошла, 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 пошла форма. Все идет достаточно быстро. В принципе, за один вечер я вот такого персонажа детализирую. Здесь губы пошли уже. Вот, смотрите, на подбородке опять я наметил ритмы основные. То есть, мне сейчас детализацию надо сюда добавить. и погнал, сгладил. Ритмы стали не такими сильными, но неровность осталась, да, то есть, вот какие-то какие-то такие подъемчики интересные, они остались. И по ним теперь начинаю вот такие формы мелкие пускать. Да, то есть, у меня есть вот одна форма средняя, да, вот вторая форма, тут какая-то третья. Теперь поверх я пускаю детализацию. вот она пошла. Расчерчиваюсь, вправлю. Собственно, вот так это и случилось. И потом в конце я еще наношу вот такой нойз. Видите, приятный, приятный мелкий нойз. Я уже сделал не 4 уровня сабдива, а 5, да, чтобы у меня вот эта фактура кожи, именно шум вот этот корректно наносился, и у меня были вот эти вот поры кожи появились. Это автоматически делается, то есть, это неручной труд. Давайте я покажу, как делаю этот мелкий нойз. Мы заходим в меню Surface, нажимаем на кнопочку Noise, и тут же нажимаем на кнопочку Edit. То есть, включаем Noise и нажимаем Edit. У нас открывается вот такое окно Noise Maker. Навигация в этом маленьком окошке абсолютно такая же, как навигация в ZBrush. Если вдруг модель у вас потерялась, вот, улетела куда-то, непонятно куда, нажмите просто Frame. Все, она появится перед вами. Окей, здесь нас будет интересовать ползунок, но и Scale это размер наиза. Мы можем получить вот такой песок, а можем получить вот такие огромные валуны. И нас будет интересовать вот этот ползунок. Он отвечает за силу выдавливания. То есть, она может быть слабее, может быть сильнее, может быть в противоположную сторону идти. То есть, это все сила выдавливания. Вот как это работает. Видите? И размер. я возьму вот такие формы с маленькой интенсивностью. Нажимаю ОК. Они появились на моем персонале. Я делаю пять дивайдов, чтобы у меня спроецировалась нормально на поверхность вот эта вся маленькая фактура. Она сейчас не лежит на моем 3D-объекте. Для того, чтобы он этот мой слег на мою форму, на мой мэш, мне нужно нажать вот эту кнопку Apply to Mesh. Вот. Теперь этот нойз спроецирован на мою геометрию. Вот так очень быстро делается фактура кожи целиком на всего персонажа. Сейчас я покажу еще один классный способ нанесения фактуры. Допустим, возьмем Drag Rectangle и возьмем альфу 57. Мы можем размещать альфы на поверхности нашего объекта. Абсолютно любые альфы. Какие угодно. Для того, чтобы выдавливать в противоположную сторону, мы просто нажимаем Alt. Или можно здесь переключиться на Zsap. Сейчас я покажу что-нибудь посложнее. Давайте войдем в Lightbox, пойдем в меню альфа, нажимаем и здесь есть некоторое количество пресетов кожи. Давайте возьмем допустим вот это. Два раза кликаю и вот она появилась у меня здесь слева. Загрузилась. Так, давайте возьмем еще вот эту. Два раза кликаю. Все, эта тоже появилась у меня здесь. Ну, раз уж пошла такая пьянка, давайте эту возьмем. Два раза кликнул, вот она. Окей, закрываю Lightbox. У меня Drag Rectangle. Я возьму сначала вот эту. Смотрите, очень быстро создается фактура. Можно поставить интенсивность поменьше. Слишком маленькая, чуть побольше. Вот так. И я могу забить деталями своего персонажа. можно включить симметрию и работать с симметрией. Очень быстро прокрываются большие участки, да, благодаря вот тому, что альфа большая, я могу сразу прокрывать очень-очень большие поверхности. Вот получил я такую микроформу. Но смотрите, пока у меня нет того, что я показывал перед этим вот таких ритмов конкретных течения формы. Я могу сколько угодно раскидывать вот этот нойз по поверхности. Если он не подчинен никакой красоте, если он не подчинен, то будет трэш и угар. Давайте еще что-нибудь возьму. Опустим эту текстуру. Это та же. Вот эту. Вот такая фактура кожи. Иногда чтобы создать концепт я пользуюсь вот таким подходом, не расчерчивая никаких ритмов, просто накидываю фактуру и смотрю, куда кривая выведет. Иногда бывает, что рандомные формы красиво выстраиваются, но это происходит крайне редко на самом деле. Если вы не продумали свою работу, то получить хороший результат крайне сложно. Получится что-то такое, серединка наполовинку. Еще эти альфы можно использовать со спреем. Очень интересная тема будет получаться. Сейчас покажу. Будет вот такая крупная фактура кожи. Или можно вдавливать. можно взять вот эту. Листочку побольше. Dissab. Вот. Так можно прокрывать огромнейшие участки. То есть это прям очень-очень быстро прокрывает все. Но когда это происходит вот так бесконтрольно, мы получаем результат так себе. в конце этого блока я бы еще раз хотел провести аналогию работы с простой формой и аналогию работы со сложной формой. Сейчас я пройдусь по стадиям производства модели головы и мы вспомним, что мы делали в этом блоке с яблоком. У вас должно включиться понимание, что процесс производства простой модели ничем абсолютно не отличается от процесса производства сложной модели. Все будет упираться всегда только в ваши знания. Никакой волшебной стамески, волшебной кнопки не существует. Чем усерднее вы будете работать, чем больше информации вы впитаете из учебников, из уроков, из каких-то, тем лучше, я думаю, это скажется на продукте. Окей, смотрите. В первых видео мы с вами делали блок-аут яблока. С пришельцем с этим была та же самая история. Была куча блок-аутов, были различные итерации, здесь еще был дизайн формы. В итоге я пришел вот к такому результату. Это базовая форма. У нас у яблока тоже была базовая форма, я ее закинул в кейшот и делал пререндеры. Чтобы не быть голословным, это пререндер, персонаж без деталей, я отрендерил его со всех сторон, посмотрел, устраивает ли меня эта болванка. Помните, мы то же самое делали с яблоком. Мы смотрели, если на рендере это выглядит хорошо, если это правдоподобно, уверенно, пусть без деталей, пусть немножечко кое-где что-то недопилено, недоделано, но базовая форма смотрится правильно, устойчиво, большие и средние формы находятся на своих местах. Для меня это была победа, такая же, как и с яблоком. Если все эти условия сработали, модель меня устраивает, я перехожу спокойно к следующей стадии проработки деталей. Та же самая стадия, которую мы делали, когда прорабатывали наше яблоко. То есть все то же самое. Яблоко, листик, уточнение форм и нанесение здесь микрофактуры. Украсили эту форму. В данном случае модель чуть-чуть сложнее, поэтому вот на этой стадии я тоже делаю пререндер. То есть тут будет пререндер 1, пререндер 2, и потом случится следующий этап, когда форма станет финальной. Пререндер для детализированной главы выглядит вот так. Модель меня устраивает, мне осталось добавить некоторые акценты, у меня например фактура кое-где сильнее, кое-где слабее, то есть надо выровнять по наполнению. Я не обязательно буду забивать все-все-все деталями, но кое-где мне нужно будет расставить акцентики, нужно будет доработать цвет, докрутить шейдер и сделать финальный рендер. Собственно все то же самое, что было с нашим яблоком. На этой стадии я еще не использовал текстурирование, то есть то, что здесь идут какие-то цветовые пятна, это эффект настроенного мной шейдера, то есть это не текстура, текстура здесь просто белая. То есть у меня остается стадия покраски этого как-то так это и происходит. Еще раз проговорю, что яблоко и голова абсолютно ничем не отличаются по этапам производства. Они одни и те же, но знаний для того, чтобы сделать вот такой портрет надо чуточки больше. Самое главное, держите в голове, что прорабатывая форму постепенно, двигаясь от большого к среднему и от среднего к малому, вы получаете верный пейплайн, делаете меньше ошибок. Планомерно мы взбираемся на каждую ступеньку. Не перепрыгиваем, не переставляем эти ступени местами. Такой подход это гарантия определенного качества. Если вы поймете, как с этим работать, это очень сильно облегчит вам жизнь. На этой замечательной ноте я, пожалуй, откланяюсь. В этом блоке мы с вами разобрали ядерный взрыв в миниатюре, опробовали все стадии производства на простом объекте. Дальше на курсе мы с вами продолжим разбираться с ZBrush и KeyShot. Всем хорошего дня, увидимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok